Вдоль берега с ветерком. Работы почти завершаются и совсем скоро здесь будут ждать любителей забивать мышцы ног. Теперь велосипедисты станут полноценными участниками дорожного движения. Оценить проделанную работу приехал и глава Дербента. Тут самое главное, чтобы жители нашего города, это в первую очередь автомобилисты, они с пониманием подошли. Может быть первое время неудобно будет им воспринимать эту необычную разметку, но в дальнейшем они привыкнут. Я думаю, что наоборот это как положительный опыт. В последнее время рост числа велосипедистов на улицах города. Очевидная тенденция. Во всем мире активно строятся отдельные маршруты для любителей двухколесного транспорта. Дербент не стал исключением. Это пилотный проект. Мы начинаем его, именно реализацию этого пилотного проекта с Ханда Даша Тагиева. У нас вторая часть Ханда Даша Тагиева. Там тоже нужно продолжение этой же разметки предусмотреть обязательно. Общая протяженность будет 3,350. Планируется здесь и установка ограничивающих устройств. Дорожники создадут островки безопасности и отделят велодорожки от потока автомобилей. На пересечениях дорог велополоса обозначается красным цветом, в остальных местах отделена разделительными линиями. На велодорожках предусмотрены искусственные неровности. Для того, чтобы где находятся автобусные остановки, велосипедисты притормаживали, тем самым давая приоритет пешеходам. Чтобы население знало, что на этой улице будет установлено ограничение скоростного режима в 40 километров. Этого режима достаточно, чтобы без препятствий машины могли проезжать от одного конца улицы до другого. Работы на этой улице планируют завяжить до конца месяца. Руководство Дербента отмечает, такая практика не последняя. Также рассматривается вопрос нанесения велоразметки и на других улицах города. Кроме того, специалисты будут внимательно наблюдать за ситуацией на дороге. И если понадобится, внесут изменения в проект для его оптимизации. Ватимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Дербент.